С 1 января 2024 года российские граждане могут подать и отозвать согласие на обработку биометрических данных через портал Госуслуги. Изображение лица и голос используют для подтверждения личности человека в разных жизненных ситуациях, а также при проведении финансовых операций. Наши биометрические данные хранятся в единой биометрической системе. Ранее с использованием портала Госуслуг нам можно было только полностью удалить данные из этой системы. Сейчас же у нас появилась возможность контролировать то, какие органы, ведомства имеют право использовать наши биометрические данные. И мы можем подавать согласие в онлайн-режиме на вот этим ведомствам, органам на использование наших биометрических данных. Раньше через Госуслуги можно было только полностью удалить данные из этой системы. Теперь же возможность отследить свои решения по использованию биометрических данных и изменить их делает процесс работы с биометрией выборочным и абсолютно прозрачным. Вы сами решаете, какие банки или организации смогут использовать ваши биометрические данные. При этом отсутствие или наличие биометрии в системе не влияет на доступность для граждан Госуслуг и сервисов. Для того, чтобы сдать биометрические данные в отделении банка, вам нужно в отделении банка предъявить свой паспорт с НИЛС. Нужно будет дать согласие на обработку ваших персональных данных и на сбор биометрии. Сотрудник банка обязательно проверит, есть ли у вас аккаунт на Госуслугах. Это нужно для того, потому что биометрические данные увязываются с вашим профилем на Госуслугах. Если у вас аккаунта на Госуслугах нет, в банке вам помогут зарегистрировать ваш профиль. Ваши фотографии и образец голоса будут переданы в единую биометрическую систему и увязаны с вашим профилем на Госуслугах. В системе нет персональных данных пользователей, информации о паспортных данных, счетах, подресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат. К тому же ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения.